всем привет всем здравствуйте сегодня здесь я с вами катя мирошниченко и у нас презентация новых оттенков под названием маракеш я сегодня приготовила дизайны с этими оттенками очень нестандартный выбор сочетаний но тем не менее получилось очень красиво и по летнему хотя коллекция смотрите очень песочная базовая на вся с эффектами почему маракеш потому что вот ассоциации такие с востоком у кого есть клиенты кто любят вот такие песочно-перламутровые оттенки здесь таких оттенков h4 и разбавляет чуть-чуть эту историю синий и фиолетовый коллекция выйдет в продажу официально с 24 июня на emyshop.ru у дистрибьюторов она возможно у кого-то может появиться и раньше хотя принципе тут уже чуть-чуть осталось до 24 поэтому сейчас буду показывать выкраску выкрашивать цвета чтобы вы посмотрели что коллекция несмотря на то что на перламутрово шиммерная эта коллекция плотная вот здесь оттенки нарочно я создавала чтобы они были плотные накладывать кисточкой буду на поверхность выкраски плотным слоем но вы должны понимать что всегда для красивого качественного покрытия лучше нанести два тонких слоя вы согласны с этим вот поэтому если зимняя коллекция помните она тоже вся была такая шиммерно-перламутровая такая вся разная но она была все средней плотности рассчитана на такую вот дымку на полупрозрачный эффект то эта коллекция рассчитана на хорошую плотность чем вдохновлялась когда создавала эту коллекцию я очень люблю декоративную косметику очень часто покупаем палетки теней просто так потому что мне нравится упаковка мне нравятся наборы оттенков и в этот раз когда была на выставке на бьюти направление мне очень понравилась одна палетка корейская но мне ее не продали потому что это был выставочный экземпляр я ее нафотографировала со всех сторон и когда приехала домой делала колеровку колеровала я еще зимой вот еще зимой и только сейчас она у нас вышла хотя коллекция казалось бы такая не весенне-летняя история да но у нас с вами уже вышла яркая коллекция весенне-летняя там вырви глаз все цвета да у нас вышла неоновая подборка из гель-лаков там 7 оттенков поэтому решили что эту коллекцию выпустим сейчас не хотел мне не хотелось ждать осени вот потому что все равно согласитесь есть клиенты которые покрывают 10 лет например кто-то нюдом кто-то красным кто-то вишней а есть такие кто покрывает вот такой песочной нюдовая история вот у кого есть такие клиенты которые покрывают из месяца в месяц оттенки вот эти вот песочно перламутровые итак поехали сейчас я быстренько сделаю выкраску да покажу какие варианты я для вас приготовила я прям вчера весь вечер сидела мне когда сказали что мне эфир сегодня будет по новой коллекции что же можно презентовать рассказывать захотелось сделать что-то вкусное вот и получилось очень вкусно что даже я загорелась сделать себе ногти смотрите какое нестандартное сочетание с коллекцией маракеш ну мы сейчас поговорим о том какие дизайны могут быть на песочные цвета да там история чуть чуть более скромная вот ну мы сегодня все это с вами попробуем а пока давайте выкрашивать и так первый номер 497 как я и говорила здесь все оттенки они разные по эффектам но она вся с эффектами очень похоже по принципу собирания как я создавала зимнюю коллекцию да она вся где-то светоотражающие где-то светоотражающие молочный где-то просто перламутровый вот здесь то же самое такая подборка блестящих оттенков давайте кстати вы сфотографируете а то я начала выкрашивать фотографируйте вот на матовом и на глянцевом фоне так я думаю что кому нужно было сфотографировали вот а теперь давайте выкрашивать и так светоотражающие как всегда вы знаете у нас в линейке светоотражающих оттенков мало вот но я их очень часто люблю выпускать в рамках как вы знаете такое дополнение подборку это светоотражающие как всегда как и все другие вы должны понимать очень густой потому что я ненавижу светоотражающие полупрозрачные цвета потому что очень дорого производить вот такие гель-лаки вот поэтому часто многие не могут себе производить или позволить большую концентрацию насыпать этих блесток а хочется вот поэтому мы нет нет но производим 12 цвета светоотражайки вот в этот раз чтобы поддержать эту песочную историю мы сделали песочный светоотражающие но смотрите вот это в один слой и принципе слой я бы не сказала что он лежит как-то не прозрачно он чуть-чуть прозрачно лежит но тем не менее это очень круто смотрится даже на камуфлирующем фоне даже если в один слой сейчас мы выключим вот так свет чтобы посмотрели как он будет блестеть вот смотрите этот по плотнее как по плотнее сделать я обычно не боюсь и светоотражающие все гель-лаки я уже показывала не один раз люблю наносить вот таким вот толстеньким слоем даже могу вот так перевернуть чуть-чуть сцентровать и он в любом случае просохнет вы должны понимать смотрите как красиво все и плотность уже поменялось ну понятно что можно сделать в два слоя не париться как я щас в один слой это наношу вот но тем не менее очень плотный классный вкусный цвет понятно что густота будет вы должны понимать имейте ввиду что кисточки вы же помните они у нас широкие они лопаткой что так как большое количество блесток он набивается очень сильно катя будет красный бордовый цвета светоотражайки ну я вот кали воровала здесь для продуктологов учета никто не выбрал она понимаете почему вот красные бордовые не очень смотрятся потому что чтобы вот эта блестка читалась да и блестела красиво нельзя сделать слишком плотным цвет иначе не будет читаться вот этого эффекта и получается нужно делать полупрозрачный вот а когда ты вот песочный какой-то делаешь вот разными цвета уже делали не один там этот эффект прозрачности не портит картину а вот когда ты делаешь красный бордовые и делаешь прозрачными говен наложится делаешь плотными она не блестит не переливается так красиво понимаете вот поэтому все что я пока делала из светоотражая красного бордового цвета никому не понравилось вот ну я работаю над этим может быть когда-нибудь придет какая-нибудь паста потому что видите сейчас у меня изменились пигменты у меня изменились поставщики пигментов мне сейчас сложнее очень работать вот мне нужно сейчас привыкать к новым характеристикам и не все получается делать так 498 тоже я опять же наношу сейчас в один такой плотненький цвет слой вернее вот ну вы должны понимать что рекомендуется наносить все-таки в два слоя правильно и вот сейчас идет такой классический перламутровый цвет с такими красивыми элегантными вкраплениями крупного размера блесток глиттера вернее и классно смотрите как ложится почему а потому что кисточка плоская видите как лопатка поэтому наносим не надавливая на поверхность понятно вот прям в конце сделать вот такие общие движения которые параллельно поверхности идут получается благодаря этому очень красиво вот хотя сейчас стоит вопрос что наверное мы опять вернемся к старым нашим кисточкам квадратным потому что многие мастера к сожалению не могут работать лопатками набирают слишком много гель-лака он у них пузырится сейчас встает вопрос что скорее всего мы будем опять возвращаться к старым кистям которые были обычные квадратные базовые вот так дальше номер 499 это такой прям темный красивый коричневый оттенок тоже его сейчас нанесу в один слой но мы с вами наносим в два слоя ну вы хотя бы посмотрите что в один слой но я не надавливаю видите понятно что я специально надавливаю чтобы цвет увидели он очень хорошо ложится сейчас вот в один слой очень хорошо ну и снова здесь конечно толстоватый слой но тем не менее я считаю что это не прозрачные не средние плотности так следующий оттенок 500 кстати необычный цвет помните краска у нас она и есть сейчас в наборе идет классическая краска такой синий классический перламутровый и вот меня кстати много раз просили сделать и такой цвет в гель-лаках а мне что-то вот все время казалось думать какой-то странный цвет для гель-лака и смотрите как круто получилось то что опять же я увидела эту палетку там был вот такой офигенно синий цвет теней рядом с песочными с коричневыми и вот что у нас получилось опять же кладем кисточку параллельно поверхности так как она лопатка и даст вам тогда идеальный вот такой вот видите не будет вот так вот гулять непонятно чё да а более или менее выравниваются и они очень круто ложатся смотрите 500 500 теперь 501 фиолетовый ну такой спокойно я бы не сказала что он сильно светлый но он и не темный спокойно он и для осени пойдет это вот для тех категорий клиентов у кого есть такие клиенты кто вот такими оттенками любят покрывать из года в год смотрите как хорошо выровнялся перламутр опять же потому что я кисть держала параллельно поверхности благодаря тому что кисть лопатка пишите у кого клиенты такое любят постоянно носят такое 502 это еще более светлый песочный оттенок он чем-то похож на предыдущий цвет который 498 да но он более светлый тоже я сейчас нанесу в такой жирненький слой а по-хорошему конечно нужно два тоненьких слоя смотрите тоже хорошо выравнивается опять благодаря тому что я кисть держу параллельно поверхности вот опять же я нанесла в жирный слой очень много набрала но тем не менее смотрите как хорошо лег вот ну лучше в два тонких так теперь сочетание оттенков я вам предлагаю начать вот с этого просто необыкновенного сочетания очень долго думала думаю какой же сделать летний дизайн но чтобы он был коричневый да вот с коричневым сделать летнюю историю не всегда получается и смотрите как красиво оказывается можно это сделать через тему зеленого цвета поэтому новый оттенок 499 очень круто сочетается с зеленым цветом стемпинга очень классно оказывается это вспомнила что у нас есть вот такой слайдер номер 64 здесь как раз есть вот эта зеленая история и не делать это на все ногти например только мизинцы сделать или только большие или только например там указательный там на указательном будет заподлицо зеленое на каком-то будет там на пополам на половинку за счет стемпинга где-то будет просто вот такой хаотичный разврос смотрите в общем не знаю почему я прям влюбилась в это сочетание сюда к нему идет еще вот эта история 89 фруктовый принт потому что здесь опять же вот эта вся зелененькая история больше всего и листики и фрукты зеленого цвета попугайчики мне так понравились не знаю ой прям вот кайф не думала что я сделаю для вас такое сочетание но сегодня вот такое сочетание делаем однотонное покрытие я только два варианта из этой композиции покажу один вариант покажу как еще раз паттерном работать виде слайдера чтобы это все стояло и не скалывалось так один вариант просто сочетание как раз коричневого и вот этих зеленых зеленых элементов да марина кальчис пишет что сейчас на перламутровых делают дот сам вот это калям аля да прикольно смотрится мне тоже нравится такой эффект вот согласна да что на перламутровых цветах можно делать калям аля вот и в этой коллекции кстати как раз это и получится сделать так здесь паттерны они у нас имеют с вами прозрачную основу вот потому что если делать не на прозрачной основе это просто стоять не будет ну либо будет стоять но вам будет сложнее работать что вот мы одно время делали паттерны и на на белой основе оно конечно круто подложка не нужно вот но не все могут работать вот поэтому сейчас если паттерн попадается то он обязательно всегда прозрачный а раз он прозрачный нам нужно придать за счет чего-то цвет ну в данном случае в основном это идет белый цвет поэтому делается один тонкий слой два слоя нет смысла наносить сушится так пока этому водичку опускаем вопрос не по теме после продажи сети салонов вы больше не трудоустраивать мастеров как раньше нет мы сейчас перешли на новую систему работа мы сдаем в аренду только так сейчас новая система налогов новые законы новое законодательство и в рамках этого законодательства мы перешли на вот эту форму сотрудничества когда вы самозанятый либо вы и п платите сами налоги вот и в аренду берете у нас место вот место кабинет нас по-разному и функции у нас большой салон мы его не продали вот там сейчас 800 квадратов это все каворкинг один огромный каворкинг идея все сдается два варианта у нас готовы получается здесь я буду делать стемпинг но в принципе здесь смотрите сухая диспрессионная пленка но так как у меня еще пойдет шарми кончик местами лучше нанести все-таки теклас вот поэтому я заодно и для шарми кона и для стемпинга нанесу теклас нанесли теклас а здесь так как у меня слайдер нужно приклеить на всю поверхность без дисперсия опасно клеить и не нужно дисперсию создать при помощи топ слайдера тоже наносите максимально тонкий слой можно излишки убрать и еще раз пройтись максимально тонко все 30 секунд этот вариант он 30 секунд сушится так стемпинг какая пластина я сегодня работать буду вот этой пластиной номер 15 магия природы потому что здесь есть смотрите в стиле тропика в то что мне нужно во первых вот такой паттерн есть и вот такой паттерн вот этот кстати тоже классно подошел бы и вот этот классно подошел бы и буду использовать просто один цвет зеленый казалось бы ну как вот такой зеленый странное сочетание а тем не менее очень классно сочетаются я вам скажу до 6 миллилитров а нет 6 миллилитров же у нас отдельно не продается на 6 миллиметров только в набор и продается вот а это поштучная история все все приготовили и опечатываем кусочек чуть-чуть здесь вот подотрю это лишнее есть уже зелененькая готова смотрите какое сочетание необычное коричнево-зеленое теперь возьмем вот такой шармикончик золотые ленточки в дайджест есть дизайн с рептилией хотелось бы мастер-класс по нему от вас кати а я поняла какой надо провести кстати хорошая идея для там по моему есть мастер-класс самого этого но можно конечно все равно еще раз показать провести так ну например на весь ноготь не будем приклеивать давайте вот так вот кусочек в отбивочку сделаем здесь получается ленточка сюда же сразу просится слова слова я беру из новой коллекции тут их очень много разных классных нужно беленький просто взять они маленькие элегантные тонюсенькие все и в конце что-нибудь зелененькое еще сюда а это мы возьмем слайдер поэтому берем слайдер топ гель можно на весь ноготь нанести а можно например вот здесь вот я планирую только да и вот здесь максимально тонко наношу так теперь мы берем вот этот книжечки девочки уже давно нет книжечки посмотрите онлайн купить книжку она там все стоит электронная версия по моему на сайте есть и она там прям совсем недорого что-то стоит зайдите на эми шоп забейте барби в электронном виде будет продаваться книг конечно же давно нет девчонки тоже не рентабельно сейчас все ушло в онлайн книги невыгодно производить вот они производства дорогие печати очень много цветной поэтому затраты на производство книги они не окупаются в продажах потом то что люди в основном сейчас все потребляют онлайн так смотрите видите как легко и точно можно приклеить во-первых штампиком он лучше распределяет эти складок практически не образуют все натянули сейчас показываю как сделать чтобы это еще вся история стояла не скалывалась понятно я на все ногти не рекомендую делать и пленки и вот слайдеры лучше делать какие-нибудь нерабочие ногти пусть это будет мизинец например и безымянный это не рабочие ногти они не будут подвергаться насилию торцы скажем так да торцы обычно подвергаются механическому воздействию но первое конечно вы должны обработать все ультрабондом потому что ультрабонд во-первых разъедает поверхность и там где пузыри складочки есть они чуть-чуть растворяются и прибиваются даже так потом прохожусь эти складочки чуть-чуть вот так вот прижимаю вот тоже складочки в любом случае будет то что это же не резина слайдер это бумага сделали и теперь обязательно вы берете еще раз топ слайдер смотрите топ слайдер он как раз исправит огрешить все погрешности с этими складками плюс вы должны обязательно залить торец и прям запечатать его вот это вот многие не делают по торцу не проходят и тогда уже спокойно можно пройтись любым топом сверху но опять же вы проходитесь и снова запечатывать вот в данном я предлагаю покрыть матовым топом ну и плюс матовый топ он круто ложится уже тогда по дисперсии видите он хорошо так выравнивается ложится по дисперсии не забываем снова торец пройти и уже даже вот эти складки они есть но они не видны почему не видны потому что местами его растворил ультрабан ультрабонд местами выровнялась за счет слоя топ слайдера и когда уже слой топа финальный ложится все как бы красиво и аккуратно выглядит вот а здесь мы с вами берем получается еще раз напомню тропические листья номер 64 это паттерны а отдельные элементы это 89 фрукт фруктовый принт и здесь можно взять например просто вот так два листика хотя здесь и кокос и авокадо и киви все зелененько она сюда просто идеально подходит я почему за этот паттерн забыла этим летом и когда он сидела думала что взять коричневому поняла что зеленый цвет это просто идеальная история для дизайна на коричневый фон летом именно летом что есть клиенты действительно их много кто обожают коричневый маникюр вот у нас сейчас и осенью опять коричневые цвета будут в коллекции вот сейчас вообще тема с коричневым вот модно коричневый маникюр коричневый гардероб нюдовый гардероб да вот вообще длится сколько история с нюдом с гардеробом и и все еще очень много смотрите как хорошечно как же красивенько вот казалось бы лето и где тут коричневый с дизайном а вот так это может выглядеть даже очень кайфу используя prime top почему а потому что он у нас смотрите ложится пастозно и можно с выровнять потому что когда слой 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 разных дизайнов идет декоративных как бутерброди до слой на слой на слой на слой поверхность неровная а вот prime top позволяет ее выровнять очень классно поэтому попробуйте наш топ девчонки но потому что многие не в курсе что у нас есть топ это из серии ультрашайн т-класс топ без липкости но он более пастозный чем т-класс ультрашайн он не так печет как т-класс прибора ультрашайн при выравнивании вот для новичков у кого всегда все течет вот его классно смотрите что у нас получилось понятно здесь еще классная история вот с этими попугай чеками смотрите как кайф ужина с попугаями сюда вообще казалось бы вот коричневые попугая но смотрите как классно просто любовь любовь не очень сегодня этот дизайн зашел что видите уже сколько у меня уже прям на планшетку готова композиция пойду в магазин девочкам отдам чтобы они в рамочку приклеили эти типсы смотрите как вкусненько ну и понятно часть ногтей нужно делать просто коричневыми вот и часть ногтей сделать просто коричневыми слайдеры рекомендую сделать например на мизинец и безымянный смотрите пусть мизинец и безымянные будут зелененькие вот а все остальные ногти с коричневым так теперь смотрите неожиданное решение с фиолетовым цветом пришло вот казалось бы да маракеш восточная тема да вот фиолетовый и смотрите как классно получается если мы берем все сиреневые слайдеры и лавандовый еще парный цвет тоже офигенно казалось бы где фиолетовый кажется фиолетовый это вечерний дизайн максимум какой-то нарядный до фиолетовый перламутровый а нет тем не менее можно сделать вот такой летний прикольный сочный дизайн и при этом фиолетовый с эффектами так здесь мы берем получается это из маракеш из новой коллекции все раз это по штучка это по штучные цвета сделаем фиолетовый а вот слайдер смотрите если мы посмотрим внимательно тропические листья 64 смотрите вот этот типа белый а это черный так вот под черный надо по-любому будет наносить белый фон а вот под этот я предлагаю взять лавандовый смотрите как получается тогда красиво когда мы берем не белый под белый принт да под белый паттерн а берете какой-то светлый пастельный оттенок в данном случае нам идеально подойдет из новой коллекции летний 474 оттенок суши здесь вырезаем все что связанного с розовым и фиолетовым хотя сюда бы и зелененький тоже классно подошел до чтобы у нас эти типсы отличались от этих давайте выражу вырежем только инжир инжир и арбузики вот оно причем все вместе дружит хотя я взяла два разных слайдера вот как она удачно даже вот этот который на белый фон с черным фоном видите попалось что здесь именно сиреневые листья и вот тоже сюда очень кайфово подходит так мы понятно что это что у нас от слайдер слайдер тоже здесь понятно что тоже слайдер 30 секунд берем с вами как раз вот этот сейчас беленький кто пропустил начало эфира сегодня презентация новых оттенков под названием маракеш кто не сфотографировал еще выкреску вот фотографируйте сейчас светоотражающий будет хорошо виден если выключил свет с разными эффектами очень много песочных один коричневый фиолетовый и синий ну я как всегда со стемпингом работаю потому что на белой подложке слайдер они многие заворачиваются вот и чтобы он не успел с ним ничего не произошло лучше всего со штампиком работать все ультра бонд чтобы эту пленку прозрачную разъела складки пузыри чтобы все ушли так как я хочу текст добавить можно даже так вот по центру текст добавить я наношу теклос не на весь ноготь видите так и здесь смотрим если штамп такой очень удобно ты прицелился и смотрите он был белым этот паттерн у меня жвачка такая плохая ладно а стал сиреневым и при этом рисунок читаются вот и поэтому этот паттерн здесь офигенно вот прям подошел потому что есть фиолетовые элементы которые сочетаются с фиолетовым гель-лаком вот этим насыщенным не знаю в общем к этому фиолетовому фа в пару лаванда очень хорошо подошла понятно надо попилить но я сейчас не могу попилить потому что у меня видите чем все его сейчас не приклею обратно ну раз на клиентов дизайн делать проще согласитесь так внимательно все обрабатываем ультрабондом смотрим где какие складочки прям пытаемся чуть-чуть их прибить тут очень аккуратно надо чтобы вы не потянули из просто ее нужно прибить все прибили и снова чтобы все это счастье у нас носилась обязательно вы проходите таким нормальным слоем топ слайдера и где вы наносите топ слайдер конечно же по торцам обязательно и вам просто рекомендации если делаете да вот такую композицию что нам нужно где-то нанести паттерн пленку например слайдер то выбирайте всегда безымянные мизинчик вот остальные уже потому что все равно вот указательный большой они самые рабочие есть такие бешеные клиенты ну им как не зале эти пленки слайдеры они умудряются все это изуродовать что это потом так просто скалывается вот поэтому а мизинчик безымянные это сто процентов будет хорошо стоять так здесь я тоже нанесу теклас потому что мне нравится дополнять словами текстовыми шармикончиками как раз мой любимый шармикончик напомню шармиконов много вышло в этот раз именно со словами первых слова содержатся практически во всех шармиконах летней коллекции но вот саванна очень много слов fly и вот изящество здесь только слова не хочу напомнить о том что есть еще 240 красота в деталях здесь один текст кайфовый о ла ла очень классный 244 вот эти отбивки мелкие тоненькие вот этот очень люблю блин они все классно ведь этот курсив где сколько слов много мы вообще вот путешествия петь не до летний день они все со словами потому что в основном вы все наши шармиконы почему используете покупаете потому что вам нравится вот эти мелкие элементы потом в конце добавлять как элемент композиции видите какой новый здесь текст прям пропись такая тоненькая маленькая так люблю делать беру несколько сразу и по вертикали их просто приклеиваем очень хорошо дополнять композицию здесь есть на подложке на черные вот мелочь но намного симпатичнее когда раз еще небольшой пусть не главный но элемент виде какого-то текста что сейчас текст в принтах часто используют это и футболки когда производят и вообще просто принты так и здесь сейчас чем приклеим тоже я здесь уже приклеивала вот так можно эти как дополняет до все и prime prime он хорошо выровняет вам все неточности страницу со слайдерами давайте я вам так шармиконы покажу что последние шармиконы показывала можно вот так сфотографировать экран вот где я работала слайдерами можете сфотографировать вот как раз я работала тропические листья 64 и фруктовый принт 89 вот что у нас с вами получилось понятно что сюда еще классно вот этот на черном фоне принт сейчас я вам разложу понятно что часть ногтей она у нас может идти просто фиолетовые ногти однотонные вот фотографируйте экран и последнее что хотелось бы показать как раз песочные варианты такой с песочными вариантами здесь такая история смотрите я не рекомендую использовать какой-либо цвет в принципе в основном все-таки они самодостаточные эти гель-лаки предполагают что вы их либо однотонно приклеиваете либо максимум принт черный либо белый это могут быть черные либо белые шармиконы да это может быть слайдер черно-белый это может быть стемпинг да либо черный либо белый но я решила все-таки один вариант смотрите сделать цветной и снова добавилась зеленый смотрите как необычно все-таки она может сочетаться сейчас я вам покажу как делать реверсивный стемпинг напомню сегодня у нас презентация новых оттенков оттенки называются маракеш и неожиданно я для маракеш использовала из базового ассортимента декорации что дизайны получились прям летние хотя маракеш такая история нарядная да но тем не менее так ну давайте возьмем 498 до их два песочных один чуть-чуть потемнее 2 чуть посветлее вот они оба классные вот но еще раз напомню о том что на самом деле такие цвета они больше предназначены просто для однотонного покрытия дизайн на них редко может смотреться удачно это прям нужно почувствовать как это все сочетать да эти слайдеры есть на валбересе поэтому максимум это либо белый черный цвет рисунка либо вот как сейчас смотрите неожиданно казалось такой зеленый темный до ночь прикольно сочетается не знаю очень понравилось так пластину беру сейчас другую так у нас есть еще одна пластина новая и она в основном морская но здесь справа смотрите есть еще тропиков немножко как раз мы ее сейчас будем делать в технике реверсивного стемпинга раскрашивать это первое правило по-любому придется покрыть теклосом вот кто до этого не покрывал если вы делаете реверсивный стемпинг да то лучше все-таки покрыть теклосом вот что нам там сейчас дисперсия будет не нужна нежелательно нам дисперсия дальше после одной минуты просушки мы наносим ультрабонд смотрите ультрабонд будьте внимательны здесь многие просто про это не знают а это очень классный лайфхак сейчас мы делаем с вами стемпинг когда он идет видите с подмалевка когда мы подмалевок создаем конечно же все высыхает и вы уже не отпечатаете а если вы нанесете ультрабонд он просто создаться такую клеевую пленочку да это же не гель это грунтовочный материал для искусственных ногтей которые наносится на натуральный ноготь вот а здесь мы с вами просто на тут нанесли без липкости и оставляем в стороне пока мы делаем стемпинг раскрашиваем его у нас подсыхает ультрабонд и так приготовились что мне понадобится чтобы не искать потом это это черный зеленый и кисточку сейчас я возьму кисточку брать лучше конечно мягкую купить каких-нибудь дешевых кистей из пони либо из колонка в художественном магазине потому что вот синтетика она наверное жестковато чуть-чуть для раскрашивания но тем не менее тоже может быть и поехали нам нужен с вами контур теперь нам нужно раскрасить этот контур для этого берем этот же лак и легкими не повторяющимися мазками два раза по одному и тому же месту проходить нельзя проходим на том месте где у меня рисунок которым не нужно раскрасить где-то попадаю где-то в мимо но в итоге все равно получится красиво сейчас вы увидите но вы видели особенно такой мелкий рисунок вырисовать прорисовывать очень сложно и свете лак на глазах высыхает листочка дубинеет только благодаря ультрабонду можно делать такие ухищрения до работать так долго лаком все равно отпечатается все сделали можно сейчас перевернуть чуть-чуть по-другому отпечатать чтобы у меня с теми одинаково не было все и отпечатали и несмотря на то что у меня подмалевок он не попадает четко рисунок она все равно прикольно смотрится очень хочется сюда добавить в центр какой-нибудь шарми кончик поэтому что я сделаю я перекрою текласом центральную зону и прям просится сюда что-нибудь либо черненькая либо беленькая такого плана и здесь как раз у нас есть вот такие вариантики прикольненькие сейчас мы это и приклеим так либо вот этот вариант кстати тоже хороший все и дизайн готов вот как вам история когда мы берем казалось бы песочный перламутровый цвет и к нему делаем пальмовые зеленые истории такие тропики давайте голосовать кто за черно-белый зеленый а кто все-таки просто за вариант с черным вот кстати вариант просто с черным этот же принт просто принты черненькие смотрите как светоотражающий круто смотрится вот как то так сейчас в конце вам еще раз покажу выкраску где она у меня 497 по 502 все гель-лаки продаются поштучно серия называется маракеш продажи будет с 24 на amyshop.ru у дистрибьюторов возможно у кого-то сейчас окажется раньше всем большое спасибо за внимание хороших вам выходных всем пока пока